Продолжение следует... Ну, первая причина — это карта, скажем так, она наша слабая была, есть и, надеюсь, в ближайшее время больше не будет. Мы все-таки возьмемся и сделаем тускан нашей сильнейшей карте. Но это не отмазка, конечно, мы ее готовили, но, как многие болельщики могли увидеть, готова она у нас, карта, на очень-очень-очень плохеньком таком... Ну, плохо готова, скажем так, захочу заверить всех остальных, остальные карты у нас вообще в порядке, и, в принципе, я уверен, что завтра у нас будет все хорошо. Несколько причин еще дополнительных — это первое, что мы не успели разыграться. Так получилось, что чуть из-за задержек во времени нас не посадили, ну, по крайней мере, вот как у меня происходило. Я сел, у меня были проблемы с компьютером, была акселерация, мне не могли ее убрать. Когда меня убрали, я зашел на сервер, сыграл 10 раундов, за эти 10 раундов один раз кого-то убил, и пошли рестарты. То есть я не разыгрался, стрельбу не поймал, и вот это вот не хватило, я думаю, нашим всем игрокам этого не хватило. В принципе, задачей на тускане было это разыграться, проверить настройки, проверить, чтобы все было хорошо со связью, как мы там вообще слышим друг друга и взаимодействуем. И, в принципе, под конец карты это уже стало получаться. Но очень жалко, что нету еще двух команд таких слабеньких, на которых мы могли бы поиграть, разыграться и чувствовать себя уже уверенно. Ну, плюс первая карта, первый чемпионат для овердрайва такого уровня, между прочим. Хорошо, что он уже выехал. Ну, нормально. Как говорится, еще нам чуть-чуть помогло, не то, что, можно так сказать, сбило, то, что мы уже знали, что мы вышли из группы. То есть вариант, как бы на каком месте, он, конечно, очень важен. Там снизу очень серьезные команды, сверху, конечно, послабже будут. Но все равно у нас такая команда, если она знает, что у нее есть уже шанс на халяву как-то выйти, она не выкладывается вообще практически. То есть исправим. Завтра мы покажем совсем другую игру. А ты говоришь, что к карте не подготовились. Это у вас взаимодействие просто неотлажно? То есть там, или может вас там из-за угла убивали, вы там... То есть карту-то все хоть знали? Именно взаимодействие. То есть взаимодействие, мы не нашли свои позиции за все это время. То есть многие игроки, которые тренировались на одних позициях, в принципе, сейчас понимают, что им надо было играть совсем другие. Понимаем это сейчас. Ну и, конечно же, все эти вот микроконтроль-карты. У нас, он и в других картах не особо, мы работали над этим очень сильно, но на тускане он вообще как бы пропал. То есть не работали фланги, взаимодействие плохое. Координаторство, ну как сказать, тоже как вот было там овердрайва, как у нашего координатора. У него в середине игры отказала Вентрила, тоже пропал. Мы как бы играли, считай, в темную. И так наложилось, что хорошо, что, говорю, в первый день вот так это все случилось. Мы к этому уже готовы. А кто же понял у вас в команде и кто у Бразильцев? То есть вот был замет, что кто-то из Бразильцев играет лучше, чем остальные там 4 игрока Бразильской команды? Если честно, вот честно, я не заотрел даже, вот только один ник, по-моему, запомнил из бразильцев. Я даже не смотрел, какие у них ники есть. Какой-то был там парень, который набил на нас чуть-чуть двадцатку с чем-то. У нас, у нас за атаку мы, в принципе, все не особо хорошо играли. За дефенс. Ну, Доси, Доси. Да, ну как обычно, да? Доси. Доси делал нужные фраги, не умирал на халяву. Тащил как раз. Ну, вот то, что вот как вот Доси, да. Как вообще здесь в Америке живется? Я видел вчера, многие игроки в отеле уже там 4 пива наверх тащили, а вы как? Нет, мы уже усвоили эти уроки. Больше пива тащите или не тащите? Мы не пили на этом турнире. Я, по-моему, здесь в Америке вообще еще пива не пробовал. Только вот в аэропорту, в Москве, вот как вот перед вылетом. Мы провели вчера весь день на океане. Мы поехали на океан, первый раз увидели, стояли под волнами, купались. То есть мы именно приехали сюда с хорошим настроем, все вместе, на позитиве, делаем нужные вещи, не разбегаемся. Ну, опять говорю, сделали выводы. ВЦГ все-таки, по крайней мере, меня уже третий, поэтому мы работаем в нужном направлении. Что думаешь на счет того, что македонская команда обыграла датчан из Векрея? Вот для меня это было неожиданной новостью, я это не поверил, потому что эта команда, датчане, они очень серьезно убирали всех по интернету перед ВЦГ. Прям онлайнеры вообще жесткие, никто ничего, даже нави, вот подходили, мы с ними встречались здесь, как вы там играли с ними, то есть они тоже как бы получали так хорошо от них. И то, что македонцы, ну, получается, вот она, сила, македонцы сплотились, наверное, и высос, ну не высос спарта, а высос Македония, вот так вот как бы, и домой датчане. Я с удовольствием посмотрю демку, я не знаю, как это было, то есть что там происходило. Как вообще здесь, на ВЦГ больше нравится, чем в 2009 году или меньше? В принципе, мне здесь очень нравится, здесь превосходная... Не, я не про Калифорнию говорю, в Калифорнии мне тоже нравится, да. Ну, не могу сказать, что здесь чем-то отличается так, тем, что было от Китая, в Китае даже по площади было побольше и тому подобное. То же самое, сцена, ряд для зрителей, ряд для... ну, то есть ничего такого, все нагромождено опять. А мне вот сказали, что очень близко компы друг к другу стоят, там игроки чуть-чуть не локтями друг к другу пихают. Я не заметил, ну, нет, скорее всего такого... ну, чтобы разложить... Ну, все, кто с большими коврами, этими резервмайтерсами, они, конечно, не умещаются, если их разложить вот по горизонтали. Если по вертикали положить, то все умещаются и все нормально. Там другие проблемы, столы чуть-чуть гладкие, то есть там скользит коврик, чуть сбивается. Ну, есть, в общем, какие-то недочеты, но, в принципе, опять решаемые. Я понял. А что там у тебя с мышкой было за... с ритами какие-то проблемы? У меня не с ритами, у меня стояла антиакселерация, короче, ее никак нельзя было убрать. Тут были плохие USB-переходники, и вот все-таки нашли один, который у меня сработал, и все было нормально. Я поменял одну мышку, поменял вторую мышку, там подходили судьи, сказали, что, скорее всего, мне помочь не могут, и каким-то чудом... В общем, все получилось. Так что все отлично, с мышкой все хорошо, как настроить ее я уже знаю. Все отлично. Я понял. Ну, у вас сегодня больше игр нет, у вас там следующая игра через день, по-моему, только, да, получается? Вы, как бы, что будете? Будете разбирать или опять там, ну, отдыхать, поедите на океан? Нет. Может, четыре пилы в номер? Единственное, что хотелось, куда вот съездить, наверное, все-таки мы сегодня съездить сделаем, это съездить на Аллею Звезд. Мы там живем. О, ну вот к вам в гости как раз и поедем. Пива нет. Будем разбирать все, что увидено сегодня, было увидено очень много. В принципе, будем, сделаем четкий план действий, как, чего, когда сделать, чтобы все было вовремя, все было хорошо, настроились, разыгрались, то есть будем думать теперь, как нам разыграться. Если на том ВЦГ было специально отведено время для тренировок, то на этом не было. Приехали ребята, вот мы сколько с самолета, пять дней, ну, четыре дня, мы без Counter-Strike, а у нас же все было на рефлексах. Конечно же, рука чуть-чуть подзабыла, как это все. Ну, вот будем, вот, и увидев все, с чем мы можем столкнуться, мы сейчас все это время будем думать, как мы преодолеем эти сложности. Завтра будете за какими-то тиграми смотреть? То есть вы приедете вообще завтра сюда или день там посвятите отдыху? Я думаю, мы приедем, поддержим нашу сборную, конечно же, поддержим МИМ, потому что у них такая ситуация, что Эдику не дали визу. Будем болеть, конечно же, как такое, время мы найдем на все, скажем так. Я понял, спасибо огромное за интервью, еще увидимся. Болейте, переживайте. Спасибо.